В этом году Беловежская пуща подарила нам несколько незабываемых встреч с благородными оленями. Олени очень осторожные, увидеть их в дикой природе не так-то просто. Чаще удается увидеть лишь движение убегающего животного. Но осенью у оленей гон, то есть брачный период. Самцы олени ревут, демонстрируют свою силу, заявляют свои права на гарем. В это время они немного теряют бдительность и увидеть их становится проще. Когда олени ревут, становится понятно, в какой стороне они находятся. Мы слышали рев оленей с разных сторон, то громче, то тише. И вдруг услышали рев оленя совсем близко, а вскоре увидели его самого. Мы и раньше видели оленей, но лишь мельком. А такая встреча была у нас впервые. Вот он, красавец. Всего метрах в тридцати от нас. Нюхает воздух. Но ветерок дул с его стороны, олень не сразу нас почуял. Мы стояли, не шевелясь, и смотрели на него. А он смотрел на нас. Видимо, не мог понять, что это за незнакомые объекты, непохожие на деревья. В конце концов, олень решил, что лучше не рисковать. Неспешно побежал и скрылся за деревьями. Вторая встреча произошла случайно. Мы приехали на то же место в надежде увидеть оленя. Но было еще слишком рано. Олени начинают реветь вечером, ближе к 18 часам. Поставили велосипеды и решили подождать. По дороге я заметила поваленное дерево с живописными грибочками и пошла его поснимать. И вдруг неожиданно увидела оленя. Он совершенно спокойно шел по своим делам. Олень был далеко и меня не видел. Ничто его не напугало, не насторожило. Рядом была дорога, по которой мы приехали. Я надеялась, что олень выйдет на дорогу, я сниму его в полный рост. Но на дорогу он так и не вышел. На какое-то время я потеряла его из виду. Вот это движение рогами я увидела уже дома, просматривая видео на компьютере. И стало понятно, что олень совершал обход своей территории. Олени сдирают рогами кору на деревьях, а также оставляют пахучие метки. На голове у оленей расположены подглазничные железы, выделяющие сильно пахнущий секрет. Олени трутся головой о деревьях и таким образом метят границы своей территории. Пометив дерево, олень просто повернул назад и ушел. Возможно, через дорогу была уже не его земля. Третья встреча была короткой. Мы увидели семью оленей. Но подобраться к ним незаметно не смогли, так как нас разделяли густые заросли кустарника. И, конечно, их чуткие уши нас быстро услышали. Видно рога убегающего оленя, а безрогих самочек полностью скрывает кустарник. Была еще одна встреча ранним утром. И опять мы увидели семью оленей вместе с оленятами. Снять мы их не успели. Олени быстро нас заметили и убежали. В результате полюбовались рассветом, живописным ручейком и нашли несколько грибов. Что тоже, согласитесь, совсем неплохо. Субтитры создавал DimaTorzok